Здравствуйте! В эфире программа «События». Мои коллеги и я, Мэри Елчан, расскажем о главных темах дня. Коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подорожают. Какие и насколько, расскажем в новостях экономики. Долой грязь, бактерии и вирусы. В Самаре усилены работы по дезинфекции городского общественного транспорта. Суженый ряженый, приди ко мне на ряженый. Гадание о будущем и истории ежегодных святок. О традициях колдовства между Рождеством и Крещением. За сутки в Самарской области зафиксировали еще 379 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 204 604. Такие данные во вторник, 18 января, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 1395 человек. Всего с начала пандемии из больницы выписали 177 261 человека. Самарская область готовится к новой волне пандемии, которая вызвана новым штаммом омикрон. Случаи заражения уже зарегистрировали в регионе. Какие меры принимают для борьбы с вирусом, расскажем в сюжете. Полная мобилизация, проверка запасов и ресурсов. В Самарской области наметилась тенденция к росту заболеваемости коронавирусом. Более того, выявили 13 случаев заражения новым, более заразным штаммом омикроном. Меры борьбы с ним обсудили на заседании областного оперативного штаба. Угроза распространения нового штамма вируса омикрона, она более значительная. Собственно, как вы знаете, президент поставил задачу буквально в течение двух недель подготовить систему здравоохранения. Поручения президентам сформулированы четкие и жесткие. Полная мобилизация и подготовка, проверка запасов и ресурсов. И, конечно же, обращаю отдельное внимание, президентам отдельно было это подчеркнуто, охват тестированием и темпы вакцинации. В Самарской области от коронавирусной инфекции привито более 1 миллиона 650 тысяч жителей. Свыше 250 тысяч человек ревакцинировались. За прошедшую неделю сделали прививку в 2,5 раза больше человек, чем на первой неделе года – почти 26 тысяч. По итогам года Самарская область показала восьмой результат в стране по охвату вакцинации, но для победы над вирусом этого недостаточно. Омикрон зафиксирован уже в 100 странах мира. Он характеризуется большим количеством мутаций в шипах, с помощью которых проникает в клетки. Высокую скорость распространения, в том числе заражает переболевших ранее и вакцинированных. Дети заражаются чаще, чем взрослые. Симптомы заражения напоминают грипп. Заболевание преимущественно протекает либо легче, либо так же, как заболевание, вызванное штаммом дельта. Тяжелое заболевание при заражении штаммом омикрон отмечается у непривитых лиц и у лиц, страдающих хроническими заболеваниями. Пока областной Минздрав отмечает стабилизацию общего количества пациентов с коронавирусом. На амбулаторном лечении сейчас 5217 человек. На больничных койках 2117 пациентов с подтвержденным коронавирусом. В стационарах усилены противоэпидемические меры. Введен запрет на доступ посетителей. При необходимости может быть развернуто вдвое больше мест, чем сейчас. А далее коечный фонд могут нарастить до 8500 мест. В этом случае будут задействованы 34 больницы. В каждом медучреждении по поручению губернатора провели ревизию оборудования. Ведется работа по усилению кислорода снабжения. Проводится закупка дополнительно трех передвижных кислородных станций. Необходимый запас препаратов в регионе на данный момент есть. Светлана Кудрявцева, События. Вакцина с доставкой на дом. К пациентам, которые желают сделать прививку от коронавируса, но не могут прийти в поликлинику в силу возраста или здоровья, медики приезжают сами. Жительница от Радного Евдокия Пименова таким образом полгода назад прошла вакцинацию, а сейчас решила ревакцинироваться. Подробности в нашем сюжете. Побережем себя, холодного ничего не пьем, чтобы не разболеться, поэтому себя побережем, никаких сквознячков, чай горячий, лимончик. Жительница от Радного Евдокия Пименовна говорит, на давление никогда не жаловалась. Оно у нее всегда 120 на 80, хоть сейчас можно в космос, но предпочитает бывать в местах поближе к дому, в аптеке и продуктовых магазинах. А там есть риск заразиться коронавирусом. Чтобы избежать инфекции, пенсионерка полгода назад прошла оба этапа вакцинации, а сейчас сделала повторную прививку. На этот раз спутником «Лайт». Привезла я хорошо, все хорошо было. И температура, ничего не было. Все, давление тоже множное. Мне давление, соответственно, на 80. Выходить на улицу Евдокии Пименовне в ее возрасте непросто. Таким, как она, прививки делают на дому. Для этого достаточно позвонить в районную поликлинику и пригласить медиков. Фельдшер Светлана Бойцова коронавирусом переболела еще до того, как появились прививки. Говорит, снова пережить этого не хотела бы. Поэтому, как только стало возможным, прошла вакцинацию. А спустя полгода сделала прививку повторно. Позаботиться о здоровье советует и своим пациентам. Говорит, несмотря на аллергию, Евдокия Пименовна прививки переносит хорошо. Прекрасно себя чувствует. Никаких побочных явлений не было. И надеюсь, что все теперь будет хорошо, что бабулечка наша не заболеет. Сделать прививку или пройти ревакцинацию может любой желающий старше 18 лет. Для этого можно прийти в поликлинику по месту жительства или круглосуточный пункт. А если в силу возраста или состояния здоровья сделать это невозможно, вызвать медиков на дом. По прогнозам синоптиков, в этот вторник в Самаре ожидается усиление осадков. В городе продолжается очистка дворов и дорог. В минувшую ночь работало 260 единиц техники. 102 самосвала вывозили снег на специализированные площадки. Первый вице-мэр Владимир Василенко поручил активизировать работы по вывозу снега и очистку кровель. Убрать лед на трапах возле крещенских купелей. Тему продолжит Светлана Кудрявцева. 4,5 тысячи тонн снега вывезли с дорог Самары за минувшие сутки. Для этого ночью задействовали 102 самосвала, а всего работало 260 единиц техники. Первый вице-мэр Владимир Василенко поставил задачу подрядчикам увеличить количество вывезенного снега до 8 тысяч тонн в сутки. Для этого привлекается дополнительная техника. Машины перераспределяются между площадками, куда вывозят снег, чтобы на выгрузке не было ожидания. Первый замглавы города поручил активнее работать и возле соцобъектов. Еще раз проверьте тротуары, подходы, подъезды к детским садам и школам, чтобы эту ситуацию мы сейчас упредили. По прогнозу, который сегодня мы имеем, умеренный снег, поэтому в этом вопросе работаем по тому регламенту, который сказали, что больше у нас по этой тематике вопросов не возникали. Административные комиссии регулярно проверяют качество уборки в городе и выявляют недобросовестные управляющие компании. За период снегопада административными районами проводилась проверка содержания территорий в городских районах. И по фактам нарушения правил содержания административными комиссиями в соответствии с 115-ми предъявленными законами о соцсетях нарушение составлено более 150 материалов, управляющие организацией, собственных за неуполнение требований по выгустройству территории. В преддверии крещенских купаний город также следит за организацией купелей. Напомним, что в ночь на 19 января православные верующие отмечают один из главных христианских праздников – Крещение Господне. В Самаре установят купеля при храмах. Купание в проруби запрещено, кроме организованного места для омовений на полевом спуске набережной Волги. Полная готовность, Игорь Викторович, в рамках все палатки, все выставлено, все трапы и тому подобное. И вот погода пока, будем говорить, теплая, чтобы вот там вот на трапах, где купили, чтобы там лед убрали. Районным администрациям и управляющим компаниям первый замглавы поручил активизировать работу по очистке скатных кровель. Их в городе порядка 7 тысяч. После снегопада крыши чистили около 200 человек. Осталось почистить еще около 400 кровель. Бригады продолжают работу. Светлана Кудрявцева, Василий Колдашов, События. Эфир продолжит новости экономики. Расскажет о них Виктория Шара. Виктория, вам слово. Здравствуйте, мэрии и уважаемые телезрители. Сладости с 1 февраля подорожают. Каких именно продуктов это касается и сильным ли будет рост цен? Цены вырастут более чем на 20%. Причем речь идет сразу о нескольких компаниях, производящих конфеты. Остановлюсь на этом подробнее сразу после курса валют. Курс доллара на 19 января 76 рублей 33 копейки. Евро 87 рублей 2 копейки. Нефть марки Brent торгуется на отметке 87 долларов 77 центов за баррель. Любителям сладостей придется не сладко. Производители кондитерских изделий объявили о росте цен с 1 февраля. Конфеты подорожают в среднем на 20%. Связано это с дорогими продуктами, из которых делаются кондитерские изделия. В зависимости от бренда производители запрашивают разные повышения. Всего в списке оказались более 130 товаров. Жвачки, конфеты, вафли и сделанные из них торты. Шоколад, печенье, зефир, халва. Как поясняют поставщики, подорожание товаров раз в год – вынужденная мера, которая позволит сохранить качество продукции на должном уровне. Напомню, ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что пик инфляции в России уже пройден. В 2022 году страна сможет решить проблемы. А бюджетная политика приведена в соответствие с нормативными уровнями. Аналитики заявили, в этом году население России перейдет к сберегательной модели и обеспечит рекордный за пять лет прирост рублевых депозитов – порядка полутора триллионов рублей. Этому будут способствовать повышение ставок, девалютизация сбережений и возвращение в банки наличных. Переход Центробанка России к политике повышения ключевой ставки в 2021 году привел к росту ставок и по вкладам, и по накопительным счетам. Также рынок изменился структурно. Если в 2020 году россияне активно выводили деньги из депозитов на накопительные и карточные счета, чтобы держать их под рукой, то во второй половине прошлого года ситуация кардинально изменилась. Основной приток сбережений населения размещался в рублевые вклады. Эти тенденции на рынке сбережений в 2022 году только укрепятся. По оценке экспертов, для населения в целом сохранится благоприятный к сбережениям уровень доходности. Между тем, при отсутствии форс-мажорных факторов, маловероятно, что регулятор будет продолжать существенное ужесточение кредитно-денежной политики. А значит, основной индикатор рынка ставок будет некоторое время находиться на максимальных значениях за последние несколько лет, а затем начнет снижаться. Чтобы зафиксировать максимальную доходность, вкладчикам стоит рассмотреть возможность открытия депозитов в ближайшие 2-2,5 месяца, так как далее не исключено постепенное снижение ставок по вкладам. Российские власти нашли способ избежать уничтожения десятков миллионов бутылок вина. Действующий закон о регулировании алкогольного рынка, поправки в которой в июле 2021 года подписал президент страны Владимир Путин, поставили вне закона десятки миллионов бутылок вина, шампанского и другого алкоголя. Чтобы избежать потери продукции стоимостью более 15 миллиардов рублей, мораторий на исполнение требований негласно продлен до 1 марта. Под угрозой изъятия из магазинов и уничтожения вина оказались из-за изменившихся правил маркировки. Поправки в частности запрещали использовать термин «столовое вино». Вместо него следует писать «вино». Другие изменения касались классификации вина и правил его производства. Были обновлены и наименования для импортной продукции с защищенными географическими идентификаторами. В начале поправки не предусматривали переходного периода, но после обращений бизнеса власти ввели мораторий на проверки до 31 декабря 2021 года. Тем не менее, в декабре производители вина попросили продлить мораторий еще на год, потому что несоответствующей новым правилам продукции на рынке слишком много. Это были новости экономики. Контролируйте ваши финансы. В этом году в России размер индексации страховых пенсий станет выше уровня инфляции и составит 8,6%. С такой инициативой ранее выступил глава государства Владимир Путин. Сейчас предложение активно рассматривает правительство страны. Также в этом месяце жители региона начнут получать социальные выплаты напрямую из Пенсионного фонда России. С 1 января его полномочия расширились. О новом размере пенсии и о дополнительных мерах социальной поддержки расскажет Михаил Ермоленко. Оплатить коммунальные услуги, купить продукты домой, сходить в гости и провести время с друзьями. Основные расходы, которые покрываются за счет пенсии, рассказывает жительница Самары Ольга Русских. Раз в год она даже выезжает на теплоходе по Волге с бывшими коллегами по работе. Ежегодная индексация вручает, отмечает Ольга. Средняя пенсия растет и появляется возможность небольшие суммы откладывать. Индексация, скоро будет наших немножко пенсий, это очень радует, потому что все, конечно, очень подорожало, особенно продукты питания. Поэтому я очень буду рада, если хоть немного, но повысит наши пенсии. В этом году россиян ожидает не совсем обычная индексация. По инициативе президента Владимира Путина в 2022 году средний размер страховой пенсии вырастет. Глава государства поручил правительству в самое ближайшее время проиндексировать выплаты выше инфляции на 8,6%. Таким образом, средний размер страховой пенсии по стране составит порядка 19 тысяч рублей. Это повышение коснется почти 40 миллионов россиян. По оценке экспертов, в текущем году на индексацию потребуется дополнительно свыше 170 миллиардов рублей. До момента принятия соответствующих решений жители страны получат пенсию, проиндексированную на 5,9%. Кроме положенных пенсионных выплат, самарцы и жители области в январе получат еще и социальные. Их также направят из пенсионного фонда. В начале текущего года структура расширила перечень мер соцподдержки. До 1 января их предоставляли органы социальной поддержки населения. Речь идет о пяти категориях граждан. Это неработающие граждане, имеющие детей. Граждане, подвергшиеся воздействию радиации. Граждане, реабилитированные граждане, военнослужащие и члены их семей, пенсионные обеспечения которых осуществляется пенсионным фондом Российской Федерации. И инвалиды, в том числе дети инвалиды, которые по медицинским показаниям имеют автотранспортное средство. Как отметили в региональном отделении пенсионного фонда, новые дополнительные функции и бюджетные полномочия в части мер социальной поддержки позволят максимально оптимизировать работу в области соцвыплат. В стране внедрят единый подход в реализации мер соцподдержки. Это повысит качество предоставления услуг. В Самарской области первые выплаты по переданным пенсионному фонду мерам поддержки жителям начали выдавать уже с 15 января. Специалисты определили график. В период с 15 по 31 января 403 жители региона получат выплаты через отделение почты НАДО. А с 17 января перечисления начнут производить банки. Здесь количество получателей больше – 16 404 человека. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Самарские перевозчики усилили работы по дезинфекции городского общественного транспорта. Весь подвижной состав ежедневно проходит тщательную обработку от вирусов и бактерий. Закупаются спецсредства. Запас обеспечивают сразу на 1-2 месяца. Только для основной дезобработки автобусного парка – это порядка 450 машин – ежемесячно расходуется до 40 килограммов хлор, содержащего препарата, одобренного Роспотребнадзором. Гульфия Сафина продолжит. Долой грязь и вирусы. Многоэтапная обработка автобусов в этом автопарке началась накануне поздно вечером после завершения рейсов. И продолжилась на рассвете. Сначала подвижной состав прошел через щеточную моечную установку. Далее за дело принялась спецбригада. Куда руки касаются, все вот это вот не надо обрабатывать. На дезинфекцию салона время не ограничивают. Важно, чтобы без внимания не осталась ни одна поверхность. Орошают поручни, спинки кресел, пол, двери, терминалы. Напомним, в парке перевозчика свыше 400 единиц общественного транспорта. Сегодня почти все салоны автобусов снабжены рециркуляторами воздуха, которые функционируют на протяжении всех поездок. За предстоящую смену через этот салон пройдут сотни пассажиров. Их безопасность – задача номер один. У нас есть понимание, что это все направлено на снижение рисков, на то, чтобы предупредить какой-то, возможно, вред здоровью наших пассажиров. И эти меры будут проводиться и дальше, пока нам санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволит как-то наш подход изменить. С первых дней пандемии транспортные предприятия города начали борьбу с распространением инфекции. Только на дезинфекцию салонов автобусов каждый месяц расходуют около 100 литров хлорсодержащего раствора и перекиси водорода. Раствор одобрен Роспотребнадзором, рекомендованный. И уже на протяжении всего времени, пока идет пандемия, мы им обрабатываем. Никаких жалоб абсолютно ни у личного состава, ни у пассажиров не вызывало. Необходимость особого отношения к чистоте общественного транспорта понимают и самарцы. Самое главное, чтобы было чистое. Сейчас такие вирусы, микробы, и люди все не особо здоровы. Поэтому очень важно, конечно, мы все следим за своим здоровьем. Салон должен быть чистый и даже влажный ворк. Тем более сейчас в связи с пандемией, вроде бы, что обрабатывали. Исполнение транспортными предприятиями санитарных требований контролируют сотрудники городской администрации. Такой усиленный режим будет сохраняться до конца пандемии. Гульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Продолжается в Самаре и регулярная дезинфекция подъездов жилых домов от коронавирусной инфекции. Особое внимание при обработке уделяют контактным поверхностям. Не вреден ли для человека состав, который используют для дезинфекции, узнали наши корреспонденты. Особое внимание при дезинфекции подъездов уделяют контактным поверхностям. Ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифта – все это обрабатывается особо тщательно. Используют специальный препарат с содержанием хлора. Для человека он совершенно безвреден. Дезинфекцию в подъездах многоквартирных домов проводят ежедневно. Когда вы ходите в лифт или выходите на первый этаж или на площадку, чувствуете запах хлорки. Ощущение какой-то безопасности присутствует дополнительное. Поэтому в плане обработки все хорошо у нас здесь. Это, конечно, важно в любом случае. Это спокойствие на психологическом уровне, как минимум. А фактически любые бактерии, которые находятся в лифте, согласитесь, какая приходимость идет в лифте. Лишнее обработать, пристерилизовать – это большой плюс. В промышленном районе города порядка 1600 многоквартирных домов. За качеством дезинфекции следят управляющие микрорайоном и представители районной администрации. Со стороны администрации ежедневно выборочным проверяются управляющие компании на квартирные дома и реагируем на обращение жителей. Обработка подъездов подтверждается актами выполнения данных работ с подписью жителей. Ну, соответственно, если этого подтверждения нет, то управляющая компания приводит к административной ответственности. Размер штрафа на юридическое лицо составляет от 100 до 300 тысяч рублей. На территорию микрорайона у нас 18 СЖ. Регулярно производится обработка всех поверхностей. Мы обязательно контролируем этот момент. Мы подписываем акты совместно с жителями приемки таких работ. Очень положительно реагируют, потому что это их безопасность, безопасность их здоровья. По вопросу дезинфекции в подъезде следует обращаться в районную администрацию. Максим Магомедов, Мария Левина, Василий Колдашов. События. Суженый, ряженый, приди ко мне во сне, наряженный. Время между Рождеством и Крещением святки традиционно считается временем гаданий о будущей семейной жизни. К замужеству и женитьбе наши предки относились со всей серьезностью и ответственностью. Поэтому и гадания отличались разнообразием. Они, как и калятки, создавали атмосферу святочного веселья. Подробности в репортаже Гульфи Исафиной. Эй, ребятки, нынче святки, не пойти ли нам на калятки? От Рождества до Крещения, или от звезды и до воды, 12 праздничных дней. Они издревле занимали в традиции православных христиан особое место. Ждал святок и стар, и млад. За шумные и веселые калятки, хороводы и пиры. И за особое время, когда можно было узнать хоть немного о своей будущей судьбе. Рождество и Крещение, время между ними, оно еще связывалось, ну, языческой традицией, с зимним солнцеворотом. То есть, когда солнце как бы заново зарождается, так скажем, еще молодое, да, новорожденное, поэтому оно слабое. И поэтому считали, что вот эта граница, она нарушается между миром живых и миром мертвых, да, посторонним миром. Каким будет урожай, кого ждать в потомство, кто он, суженый да ряженый? Гадали на Руси все, но чаще всего девушки на выданье. В намерении заглянуть в запретное, но столь заманчивое, не боялись даже самых страшных обрядов, например, с коридором из двух зеркал. Девушка садилась, это дело с ночью, и говорила, суженый, ряженый, приди ко мне ужинать. И всматривалась в зеркала. А как только она увидит, нужно было обязательно сказать «чур меня» и отпустить в зеркало. Непременно в это время юноши пытались напугать гадающих девиц, что только прибавляло сумбура и веселье. Впрочем, многие и до сих пор считают традиции, сохранившиеся из поколения в поколение, больше, чем забавой. В моей семье сохранилась легенда, что моя прабабушка таким образом нагадала себе своего мужа, своего будущего мужа, моего дедушку. То есть она отпускала в стакан с водой колечко, посмотрела туда и говорят, что вот как она его увидела в шляпке с тросточкой, так вот он пришел к ней свататься. Или вот одно из гаданий, которое называлось «Подблюдные песни». Девушки собирались вместе, брали блюда и клали туда свои украшения. Сверху блюда накрывали тканью, пели и поочередно доставали украшения. По принципу, кому вынется, тому и сбудется. В школе луночки две голубочки. Две голубочки все целуются. А кому же эта песня достанется? Еще кольцо? Мое. Вот, значит, вы выйдете замуж. Ух ты! Будет ли свадьба или долгожданное новоселье? Обойдет ли хворь или беда? Жизнь человека может быть разной, но стремиться узнать судьбу в обход воли Господа церковь не поощряет. В Писании сказано о том, что кто входит не через дверь, а влазит через черный ход или через окно, тот вор и разбойник. Нужно понимать, что духовный мир действительно существует, и он не состоит, он не монолит, он не состоит из одних ангелов света. То есть, на самом деле, мы прекрасно понимаем, что духи злобы поднебесной, как они называются в Священном Писании, как раз отличаются с лукавством. И человек совершенно не знает вообще, с чем он пытается заигрывать, и в какие вот тайные все эти, скажем так, окна пытается залазить. Понимали это и сами гадающие. Оттого многие обряды выполнялись под покровом ночи, вне дома, без нательного креста и пояса, с разметанными косами. Но обязательно после гадания нужно было очиститься. 19 января на крещении необходимо было побывать в церкви, исповедаться, причаститься и окунуться в крещенскую купель. Гульфия Сафина, Григорий Плешаков, Николай Сидоров, Василий Колдашов. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам самого доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин